Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске утром будет небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 12-14 градусов. Добро пожаловать в Диму. Доброе утро всем. Доброе утро, Арсен. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что у нас в республике не так давно прошло интересное и, на мой взгляд, важное мероприятие. Это дебаты. Дебаты организованы Черкесским Ренессансом. Насколько я понимаю, вот такие дебаты обычно проходят между студентами. Здесь впервые между школьниками. Так было? Да. Начну с Черкесского Ренессанса. Это организация из Кабардино-Балкарии. Они не первый год устраивают подобное мероприятие. Но только у себя в республике. На этот год они захотели сделать этот турнир межрегиональным и обратились к нам за поддержкой. Мы общаемся на общественной площадке. И вот получилось такое мощное мероприятие. Школьники довольны. Им было интересно, познавательно. Поэтому я думаю, что мероприятие получилось хорошее, хоть и первый раз в нашей республике. А вот основная цель этого проекта, какая она была? Основная цель заключалась в том, чтобы научить детей, школьников выступать в обществе, то есть перед публикой. Они обладевали каким-то ораторским искусством, они какие-то приемы могли изучить, могли применить даже. И они изучали материал, который не изучается в школе. То есть они после нашего турнира, после этого турнира, они научились хорошо ориентироваться в общественных таких проблемах глобальных. На русском языке, да, Милопрец? Да, на русском языке. Кто вышел в финал и как они дальше, куда они поедут? В финал вышли от нашей республики две команды. Это команда из Адгихабля, из средней школы Адгихабля и из второй школы города Карачаевска. Эти ребята, они вышли в финал. Финал состоится весной. По плану вообще нужно было провести сейчас, но пандемия внесла свои коррективы, и поэтому пришлось перенести на весну. Они поедут в Прильбрусе, там их будут ждать такие же финалисты, и они поборются уже за победу. Ну что ж, я благодарю вас за эту информацию, желаю успеха. Спасибо вам тоже. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы черкесской редакции, а в 14.30 вести с Ашемезом Хешковым. Хорошего вам дня и встретимся завтра. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 4 по 8 ноября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки с 4 по 8 ноября в Доме предпринимателя, город Черкесск. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Субтитры подогнал «Симон»! Осень в Карачаево-Черкесии.